Местечко такое интересненькое, открыли мы для себя летом жарким. Летом 2012 года. Да где открыли-то? В районе, насыщенном ресторанами, как никто другой. Проспект Маталургов для Магнитки это как Арбат, Крещатник и Монмарт. И удивить-то, казалось бы, нечем. А нет, есть чем. Здесь, на набережной, нас впечатлил ресторан Некеров Риверсайт. Ресторан на берегу реки Урал. К истокам, которые мы отправимся в конце сюжета, сейчас же отведаем Толику вкуснятины, приготовленные в авторском стиле. Мне все-таки хорошо, что в городе появляются рестораны. Рестораны с большой буквы. Не просто кафе, забегаловки и все остальное. Рестораны, в которых приятно посидеть. И которые радуют неповторимой атмосферой. И вот набережная 2 Некеров Риверсайт. Центральный переход, действительно, Риверсайт. Вид на Курал. Ресторан выполнен в двух уровнях. Есть несколько зон. Большая банкетная, малая банкетная. Бар непосредственно. И вот мы сидим в зоне для курения. Хотя, честно говоря, мне она больше нравится. Такая небольшая уютная обстановка на втором этаже. Ну и раз нам нельзя показывать то, что находится в бокалах. Мы все-таки пропагандируем правильный отдых. Скажем, что лето, то самое тюление лета, оно все-таки закончилось. И вы потихонечку привыкнете к тому, что некоторую часть времени будете проводить не на природе. А мест достойных-то действительно мало. И вот одно из достойных мест, вместе с вот этой потрясающей корзиной, в которой расположена продукция пекарни этого ресторана. Да-да-да. Здесь делают еще и хлеб. В общем, нескольких наименований, и он действительно очень вкусный. Что нам сегодня приготовили? Нам приготовили сегодня салат оливье с телятиной. Запеченной телятиной. Давайте попробуем. Надо еще сказать. Что этот салат делается с майонезом, предговоренным, персонально для вас. То есть, ничего общего. Ни Калио, ни Слобода. Хороший майонез. Но все они с консервантами, к сожалению. Я как-то залазил в дебри интернета и нашел рецепт настоящего оливье. Поверьте, это немножко другое. И приготовить его вряд ли вы сможете. Хотя бы потому, что соус Ворчестер у нас продается только в одном магазине. А это классический советский пример зимнего салата, в который мне добавлена колбаса. Потому, что колбаса это есть запеченная терякина. Теперь о том, что все, конечно, стоит денег. Другой вопрос. Сколько это стоит? Если вы думаете, что это маленький салат, то нет, у него вполне может насытиться достаточно крупный такой товарищ, как я. Но под такой салат что покатит? То самое. Запотевшая. Из холодильника. Мутенькая. Акки слеза. Вы думаете, я говорю про водку? Да нет. Я говорю про замечательный напиток Швебс. Или все-таки я немножко лукавлю? Но если я лукавлю, то только немного. Ну и где мы с вами можем продолжить этот банкет? Вот сейчас намекну. Дело в том, что это, конечно, интересно со мной так побеседовать. Сюжет идет 3-4, ну, может быть, 5 минут. Но все остальное начинается в другом месте, в интернете. Вот я сейчас поставил перед собой задачу. Попробовать обогнать моих зрителей. Дело в том, что у меня сейчас уже на моем канале, это делать очень просто. В YouTube походите или вообще в любой поисковик. Вбивайте мою фамилию Челейкин. Ну, или так, как она в твитрах пишется. И уже не спеша мы с вами вместе начинаем жить другой жизнью. То есть можно еще раз посмотреть материал, можно поделиться с другом. Ссылочку кинули, и пожалуйста. Ну и в конце концов, раз я уж не могу в кадре рекламируют алкоголь, я его не рекламирую. Я боюсь за ваш качественный и достойный образ жизни. И некоторые сюжеты в стиле нюх там есть. И в том числе о том, как мы в прошлый раз отдыхали в другом ресторане сети Некеров. Некеров Риджис. То есть есть смысл приехать на набережную 2 в реально клевое и уютное место. Ресторан-то ведь в двух уровнях. Есть и кабинки отдельные, и небольшие комфортные зоны. И все это на берегу реки Урал, источника жизни и благосостояния Магнитогорска. Именно не зря к истокам жизни притянулись. Реки России всю жизнь были этими истоками. Ведь человек без воды протянет максимум 10 дней. Истоки жизни есть и в напитках, производимых исторически с тех времен, когда нужно было и веселье, и радость, и общение. Да мы не говорим про общество алкоголиков в негативе. Нет, понятие надо различать, как различать и качество напитков, и подход к производству. Да просто в нашей жизни суррогата стало 95%. А было-то время, когда было все по-другому. И время это помнят, и эти стены Верхнеуральского пивного завода. Стены, помнящие и величие, и позор, и унижение. 1905 год. Тогда было сделано дело славное. Купеческий торговый город получил возможность пить вкуснейшее пиво. И было-то время, когда они только металлом славились при Магнитогорске земли. Тогда и Магнитогорск-то не было. Затем была война гражданская, и стены эти слышали и свист пуль, и разрывы снарядов, но завод устоял. Завод затем кормил вкусным пивом миллионы жителей, но сломила его уже через сто лет рука варвара. Рука великого и центропупового россиянина. И независимого от страны, самый могучий, самый здоровый и самый уважаемый. Суки, суки и сволчи, похерили это производство. А то, что вы видите сейчас, это то, что называется гордостью и патриотизмом. Это вложение в истоки сущей Руси. Через сто лет с небольшим эти родники питают, как ни странно, то же самое пиво, но рожденное в других производственных мощностях. Теперь и вас может радовать та жизнь, тот вкус и та слава, которую пробовали деды наши и прадеды, и отцы наши и матери, которых никто ранее не считал алкашами в здоровом обществе. Да потому что алкаши не пьют говно, которого ранее-то и не было. Тогда было только славное верхнеуральское пиво. Сегодня это пиво сварено новым заводом этого легендарного города. Заводом Блондер Бир.